Трудно поверить, но эти картины, созданные руками детей, экспозиции и выставки в художественной школе города Назрани, вошли лучшие из лучших работ ее воспитанников. Горцы и горянки в танце – символы ингушетии. Один из юных художников сумел объединить три символа – орла, башню и солярный знак – в очень красивую композицию. Рукопожатие – как символ единения, дружбы и взаимопомощи. И, конечно, рядом с историческими, патриотическими и серьезными работами соседствуют картины, в которых мы видим мир глазами детей. На полотнах тут и там сказочные герои. Выставка организована для того, чтобы показать промежуточный результат учеников. Определенной тематики нет. Как вы можете заметить, работы у нас на разные темы. Есть тематические работы, есть графические, живопись, пейзаж, натюрмор. Яркие приглушенные цвета, четкие линии или едва уловимые очертания, игра света и тени – все это достигается годами работы. Конечно, во многих этих картинах мы не увидим авторского почерка, потому что мастера пока не художники, а только учатся. Для начала мы советуем для младшей возрастной группы, все-таки начиная с гуаши, потому что техника гуаш, она немножко попроще. Для старшей возрастной группы и для тех, кто собирается поступать в вузы, мы все-таки переходим на акварель, потому что требования при поступлении больше работы в технике акварели. Прежде чем ребенок напишет свою первую картину, ему придется долго и кропотливо постигать изобразительное искусство, начиная с самых его азов. И это не так-то просто – научиться выводить линии, создавать тени, свет с помощью обычного простого карандаша. Без рисунка не может быть всего остального, потому что даже работа красками у нас, по крайней мере, в детской художественной школе, начинается с линейного рисунка, с построения, скажем так. У нас бывают работы на заданную тему, приуроченные к какой-нибудь дате, а также обычные учебные работы из учебного процесса. Мадина Чапанова учится в четвертом классе художественной школы, рисует в самых разных направлениях, но предпочтение отдаёт графики. Рисунки, написанные при помощи простого карандаша, сильно отличаются от своих собратьев. На выставке представлена одна из работ Мадины. Это рисунок с карандашом. Я рисовала именно карандашом, графики, потому что это направление мне необходимо при поступлении в тот вуз, куда я планирую, при дальнейшем моём образовании. Также люблю рисовать здания, как они смотрятся на общем фоне. И рисую большую часть я гуашью. Представленные на выставке картины написаны в самых разных техниках. Графика, гуашь, акварель, да и тематика пестрит своим разнообразием. Каждая из полотен показывает нам не только мастерство автора, но и мир, каким видит его юный художник. Кто-то из этих ребят, возможно, в будущем будет рисовать для души. Кто-то пойдёт дальше и будет совершенствоваться в изобразительном искусстве. Попробует себя в дизайне, графике или займётся преподавательской деятельностью в художественной школе. А чьё-то искусство, возможно, станет достоянием республики.